У меня тема национализации финансовой системы. Сегодня на поверхности лежат совершенно очевидно три основные проблемы. Это неэффективность использования средств, то есть их где-то заморозки на каких-то своих счетах. Это мобиливация с целевыми кредитами, которые выдаются на промышленность, на самом деле они оборачиваются на спекулятивный, на финансовом рынке и воровство. За этим кроется скрытая причина, это фактически колониальный статус финансовой системы российской. Но в принципе мы понимаем, что речь идет о безобразном управлении и откровенно предательстве как правительстве, так и в Центробанке. По сути, экономический блок, как таковой, работает против государства, против нации и делает все для ухудшения экономической ситуации, для расширения финансово-экономического кризиса и подготовки социальных волнений вплоть до развала страны. Далеко ходить не будем. 19 апреля 2016 года глава счетной палаты Татьяна Голикова признала, что их бюджетом распознаивается ежегодно триллионы средств. Триллионы рублей. За 2015 год хищение 516 миллиардов. Дебиторская задолженность по доходам 1,9 триллиона рублей. Это невыплаченные штрафы по валютам операций. Как мы понимаем, это фактически вывод средств на такие суммы. Дебиторская задолженность по расходам достигла 3,3 триллиона рублей. Лидером здесь являются госинвестиции в дорожные строительства, сооружения взлетно-посадочных полос. То есть деньги выделяются. И где-то дальше замораживаются. Причем замораживаются в основном, прерываются транспортные сообщения внутри России. Внутри России есть связь с другими странами. 30 мая, я уже не говорю про объемы неиспользуемых средств, 30 мая Голикова заполнительная подтвердила, что банки потеряли 75% от выделенных государственных средств от практически 1 триллиона рублей. Эти средства были выделены банком на их, так называемую, докапитализацию и финансирование промышленности. Что произошло? Только 24% были использованы по делу. 630 миллиардов были, отчутились в УГЕ на валютных рынках. То есть они работали против нашей финансовой системы. И они фактически создавали инфляцию. Прерывный Голикова напомнил, что деньги выдавались банкам на кредитование приоритетных отраслей экономики, но какие-то критерии, критерии жилевого использования не были указаны. Им фактически отдали на охоту. Ранее в январе Глазик подтвердил, что спекулянты только за 2015 год заработали больше 20 миллиардов долларов на валютных спекуляциях. При этом рубль у нас самая недооцененная валюта. Объем золота валютных введенов у нас в два раза больше объема рублей. Рубль по номинальной, так называемой, по покупательской способности, паритет покупательской способности ниже в два с половиной раза его реальной стоимости. Поэтому то, что происходит, есть, конечно же, идиоты. Но идиотами в данном случае, скорее всего, руководят предатели. Потому что сложно предположить, что идиоты там все. Значит, монетизация экономики у нас сегодня в 42% от объема ОВП. Значит, в Парагуае 46%, Пупуа, Новая Гвинея 52%, Индия 46%, Бразилия 81%, в среднем по миру 125,1%. Значит, Китай и Швейцария приблизительно по 200%, Нидерланды 230%, Японии 250%. США показывают официально в районе 70%. На самом деле мы понимаем то, что вот все деньги, значит, все доллары в мире, значит, это американские, да? То есть, там, монетизация экономики, это тысячи процентов. Значит, в чем проблема, значит, проблема, значит, как нам, во всяком случае, говорят, то, что, значит, все деньги, которые выделяются, вот они оказываются на валютном рынке, да? То есть, на них покупаются валюты, и так далее. Значит, как этого избежать? Это можно, мы говорили на второй конференции, это избежать очень просто. То есть, за счет создания замкнутых экономических финансовых циклов, когда, значит, организовывается один государственный банк, значит, и деньги, которые выделяются для компаний, как государственных, так и негосударственных, от государства, могут вращаться только в этом банке. Они не могут не уходить никуда, значит, кроме как на уплату налогов, значит, зарплата выплачивается из собственных средств, то есть эти деньги не могут очутиться на валютном рынке. Это самая элементарная схема, ничего не нужно фактически менять законодательство для того, чтобы ее запустить. Почему эту схему не запускают? Наверное, потому что, значит, вот весь экономический блок, значит, рассчитан именно на воровство, значит, воровство, значит, наших денег, воровство из нашей финансовой системы, и политический блок их просто покрывает. Значит, это вот как бы основные проблемы. Что еще можно, значит, сказать? Есть еще, значит, проблема, как обеспечивается финансовое доминирование. Значит, финансовое доминирование было определено очень давно еще во второзаконии, значит, в Торе, где прямо указывается, значит, рецепт. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего другого, что можно отдать в рост. Иноземцу же отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. И будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы, и будешь господствовать над многими народами, ни на тобой не будут господствовать. Значит, посмотрим на состояние, значит, финансовой системы. То есть люди, которые руководствуются, значит, эти-то, те, кто руководствуются Торой, собственно говоря, в этой системе и доминируют. Значит, выгод какой, значит, выгод очень простой, значит, отказаться от, значит, денег, где возможно проникновение кредитного процента, да. Значит, такие денежные системы существуют, значит, более того, значит, они вводятся в мире, и в некоторых странах, например, в той же Швеции, там минус 5 процентов. То есть это знания, такие и есть, значит, эти деньги существовали в истории, значит, в том числе, значит, в 20 веке, это деньги с Деми Реджем. Значит, поэтому уход от, значит, денег, там, где может возникать кредитный процент, это уход от того, что, ну, от, ну, ликвидации группы финансового доминирования, да, значит, вот, которого руководствуются Торой. Значит, что касается международных расчетов, значит, это достаточно долгая история сейчас, но, к сожалению, нельзя, время ограничено и сложно, значит, рассказать, но суть, значит, заключается в том, значит, если коротко, то вот Соединенные Штаты, у которых супер монетизированная экономика, на самом деле свои деньги, которые они печатают, а точнее, вообще просто рисуют, ну, не в карте, то они просто их выплескают наружу, да, значит, а вот большая часть, значит, стран третьего мира, куда и мы относимся, значит, пользуясь этим деньгами, там, у нас даже накапливаемые, там, где-то на счетах или под подушкой, или в банке, в стеклянной, в том числе, у кого-нибудь есть, мы фактически, значит, финансируем эту экономику, значит, чтобы этого избежать, рецепт тоже существует, он, кстати, существует, он работал еще в Советском Союзе, и речь идет о клиринговом банке, да, что такое клиринговый банк, палата международных расчетов, это не банк, это фактически учет, вот бухгалтерский учет, кто между странами схожи друг к другу поставил товары при внешнеторговой, при внешнеторговых операциях, и в конце, ну, определенного срока, предположим, года подводится черта, значит, кто кому долг, значит, есть определенные лимиты, которые можно превышать, значит, ну, вот, если вы продали больше, предположим, на 10, на 20%, да, то это еще в норме, если, значит, меньше, то тогда на вас накладывается, извините, если еще больше, значит, тогда на вас накладываются штрафные санкции, да, то есть, тем самым переводится, значит, вот, заставляет выравнивать торговые балансы между странами, так, чтобы кто-то, вот, не распространял свою собственную валюту для, вот, и на этом, собственно говоря, не протезировал, не азитировал. Значит, наш финальный план, значит, который мы видим в аферу, да, значит, если не касаться принципиального изменения законодательства, это введение замкнутых финансовых контуров в рамках государственного банка, откуда невозможно вывести средства на валютный рынок. Второе, это национализация банковской системы и кредита, существующие, то есть, частные банки должны быть ликвидированы. Что, значит, характерно, при условии введения, значит, первого пункта, частичная национализация банков произойдет, потому что основные банки просто будут не в состоянии конкурировать с этой замкнутой системой, там, где можно давать, там, где можно, значит, давать, значит, кредиты выделять под любые проценты, да, но имеется в виду, значит, под любые проценты, или даже под отрезательные. Значит, третий пункт, переход на деньги из демереджа, значит, и беспроцентное кредитование. И четвертое, это создание новой международной расчетной системы в виде клиентной палаты. А пока мы живем, значит, в соответствии с заветом, который нам сказал Незагральный Дмитрий Анатольевич, денег нет, но вы держитесь, всем здоровья и успехов. Спасибо.